Первый период в матче против нижнекамцев вселил надежду в сердца нижегородских болельщиков. Торпеда активно атаковала и создала немало опасных моментов. В одном из них нижегородцы получили двойное численное преимущество, но воспользоваться им не удалось. Микка Коуса нарушил правила и вскоре команды заиграли в равных составах. Отдельно стоит отметить голкипера-нефтехимика. Далтон, что называется, поймал кураж и пробить вратаря хозяев не удавалось долгое время. Только на 24-й минуте встречи Александр Семин в очной дуэли обыграл Далтона и открыл счет в матче. Этот бунт взбодрил нижнекамцев и до второго перерыва хозяева уже вели 2-1. Надежда на победу вернулась в начале третьего периода. Горбунов голевым ударом замкнул очередную комбинацию белосиних 2-2. Но после этого инициатива ушла к нефтехимику и в середине периода хозяева снова вели 3-2. Под заданной встречи Кариялнин поменял Коваля на полевого игрока, но привело это лишь голу в пустые ворота. 4-2. Победа нефтехимика. Следующую игру автозаводцы снова проведут на выезде. В пятницу 2 ноября смотрите на нашем канале прямую трансляцию из Казани, где торпеда будет встречаться с местным Акбарсом.